Привет, друзья! Рад и горд вам сообщить, что группа компаний ICL из Казани, а это Республика Татарстан, моя родина, известная своими IT-услугами и продуктами, запустила новый бренд Osio, под которым будут выпускаться мониторы, ПК, моноблоки и ноутбуки. Первые модели ноутбуков Osio Focus Line уже доступны в продаже. И сегодня одна из них у меня на обзоре, модель F140A. Модель оснащена процессором Ryzen, 6 ядер, 12 потоков, тонкая, легкая, шустрая модель, которую интересно рассмотреть, чем мы сейчас и займемся. Подписывайтесь на канал, поехали! Упакован ноутбук без изысков, но главное, что надежно. В наборе ноутбук, кабель зарядки USB Type-C и компактный блок питания на 65 Вт. Я рад, что на российском рынке электроники происходят изменения и рост отечественных брендов. ICL серьезно подошла к выпуску электроники, запустив новый бренд и одно из крупнейших предприятий по производству радиоэлектронной продукции в России. Завод способен производить до 1 миллиона единиц электроники в год и включает цеха по монтажу печатных плат и автоматизированных линий сборки. Компания уделяет большое внимание тестированию своих продуктов, чтобы обеспечить ее высокое качество. Тестирование проходит в несколько этапов, завершающим является случайная проверка отдельных упакованных продуктов. А сегодняшний обзор мы с вами можем обозначить как некоторое дополнительное тестирование нового продукта, новой компании, которая уверенно ворвалась на наш рынок. Название бренда Osio отражает химические элементы, кислород и кремний, ключевые компоненты процессоров. Концепция ноутбука, героя нашего обзора, разработана для удобного использования в любых условиях – дома, в офисе, университете, кафе, поезде или самолете. Он обладает элегантным металлическим корпусом со всех сторон, причем, с приятной рукам шероховатостью, небольшими габаритами, вы видите их на экране, и весом в полтора килограмма. Легкий. Шарнир при открытии достаточно тугой, а значит надежный и перетерпит много открываний и закрываний при эксплуатации. Тем более открывается ноутбук почти на 180 градусов, что для многих будет несомненным плюсом. Смотрите сами. Круто, да? Иногда это удобно. Раз пошли по внешности, то не могу не похвалить емкую батарею в 6000 мАч, которая не утолщает устройство, но в то же время обеспечивает до 8 часов работы в режиме воспроизведения видео. Зарядка осуществляется через порт USB Type-C, что позволяет использовать различные зарядные устройства, но в комплекте уже идет компактный блок на 65 Вт, что несомненно плюс. По портам у ноутбука не просто все в порядке, с ними все замечательно. Смотрите сами. 1 USB 3.2 Gen1, 2 USB Type-A 3.2, 1 USB Type-A 2.0 и HDMI 2.1. Также есть 3,5 мм аудиоразъем и слот microSD. Что еще нужно для счастья, учитывая такой тонкий корпус. Теперь про самое интересное. Производительность ноутбука обеспечивается процессором AMD Ryzen 5560U. Это ноутбучный процессор, что логично, в первую очередь рассчитанный на офисные системы. Он имеет 6 ядер, 12 потоков и изготовлен по 7 нанометровому техпроцессу. Максимальная частота составляет 4000 МГц. Пройдемся по бенчмаркам. В Geekbench 5 в одноядерном режиме процессор набирает 1658 очков, в мультиядерном 6266 очков. Что касается производительности в играх, то например GTA 5 запускается на рекомендуемых настройках и играется комфортно. Да, вы скажете, обзор, эта игра уже не новая, но она все же увлекательная. И поиграть в нее на ноутбуке где-то в дороге или в момент, когда есть свободный час, вполне себе приятная затея. А теперь на контрасте игра Cyberpunk 2077. Данный процессор позволяет запустить игру на минимальных настройках, но запустить все-таки можно. Переходя к средним, но довольно ресурсотребовательным играм, можем рассмотреть, например, Ведьмак 3 Дикая Охота. Он запускается на рекомендуемых настройках. Такие популярные игры, как Fortnite, Minecraft, PUBG, Call of Duty Warzone, World of Tanks или Battlefield 5 запускается также на рекомендуемых настройках. Поддержку к процессору выступает 8 или 16 гигабайт DDR4 в оперативной памяти, которую можно расширить до 64 гигабайт без потери гарантии. Кстати, это плюс. И 256 или 512 гигабайт постоянной памяти. Ноутбук с такими характеристиками в основном подходит для комфортной работы с офисными приложениями, но редактирование фото, серфинг в интернете и даже, как я уже сказал, некоторые игры тоже потянут. Наиболее производительные конфигурации серии Focus Line подходят даже для монтажа видео и работы с анимацией. Все сценарии работы на нем проходят комфортно, без глюков, с хорошей скоростью и приятно в целом. Работает ноутбук бесшумно, кулер включается только в сложных задачах и не напрягает слух. Экран установлен на 14 дюймов, матрица IPS, хорошие углы обзора, достаточная для ноутбука яркость, 300 кандел на метр квадратный и разрешение экрана Full HD. Ноутбуки оснащены полноразмерной клавиатурой с подсветкой, которая приятно нажимается, как в более дорогих ноутбуках. Также присутствует достаточно большой тачпад с нажатием, правда, не по всей поверхности, а с зоной нажатия внизу. Есть также веб-камера на 1,9 мегапикселей для проведения зум-встреч. В отличие от других ноутбуков, у камеры есть подсветка. Это удобно для работы в темное время суток. Ноутбуки осио Focus Line сочетают производительность, привлекательный дизайн и высокое качество исполнения по доступной цене. Новинки уже доступны в магазинах крупной бытовой электроники, актуальные ссылки оставлю в описании. Напишите, как вам новинка, спасибо за лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наш второй канал, Вечерние Откровения и на группу в Telegram. Впереди будет много интересных новостей и обзоров. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok